Здравствуйте, ребята! Я учитель русского языка и литературы общеобразовательной средней школы номер 25 Золина Ирина Витальевна. И сегодня мы с вами рассмотрим одну из самых сложных грамматических тем русского языка. В большой галактике морфология было множество планет, и на каждой из них поселились удивительные слова. Давайте познакомимся с ними. Вот это да! Ребусы. Конечно же, попробуем их разгадать и сразу узнаем, на какой планете мы оказались. В округ. Что это? Точно! Это вокруг. А значит, мы оказались с вами на планете Наречий. А какие еще спрятались за ребусами Наречия? Внизу, сзади, рядом. Эти и другие Наречия живут на планете, которая так и называется Наречия. И здесь всего лишь навсего шесть островов по значению Наречий. А на каждом страны вопросы, на которые Наречия отвечают. На острове образ действия страны как, каким образом. А жители этого острова отвечают как и каким образом происходит событие на планете. Второй остров под названием Место. Имеет страны. Где? Куда? Откуда? А население отвечает за место, где происходили действия. Следующий остров. Время. На нем страны. Когда? Как долго? А граждане следят за временем действий. Другой участок суши называется Причина. И там только одна страна. Почему? А жители выясняют причину всех действий. Остров Цель тоже имеет одну страну. Зачем? А население отвечает за цель всех действий. На последнем острове Меры и Степени находятся две страны под названием Сколько и в какой степени. А граждане следят за экономикой и финансовыми вопросами. Все жители планеты Наречия славятся своей точностью, серьезностью, постоянством. Обстоятельностью. Как поживаешь, Наречия? Какие изменения происходят в твоей жизни? Наречия? Назидательным тоном сказала Наречия. Правильно. Неизменяемая часть речи. Вот-вот, подхватили остальные. И окончания у нас нет, только суффикс. Тонко пискнула Наречия мало. У нас нет ни рода, ни числа, ни падежа. Мы не склоняемся и не спрягаемся, гордо сказала Наречия сгоряча. К чему нам такие сложности? Так-так, подхватили остальные. Зачем? Есть у нас значения разные. Образы действия, Меры и Степени, Место, Времени, Причины, Цели. Изрекло Наречия давно. Поэтому мы такие уникальные. Не унимались остальные. К тому же мы всегда знаем, что в предложении мы являемся обстоятельством. С гордостью сказала Наречия очень. Из степени, из степени. Не выдержав, произнесло Наречия лучше. А еще мы, Наречия, образа, действия, надежные друзья. Мы дружим с глаголами. И тогда действие проявляется в большей или в меньшей степени, или вообще лучше всех. Глагол скажет «пиши», а Наречия продолжит «пиши ровнее». Другой воскликнет «читай», а Наречия вторит «читай выразительнее всех». Третий произнесет «твори», а его друг продолжит «твори ярче». Так мы и живем. Вместе приносим радость людям. Хотя Наречия – неизменяемые слова, но одно исключение есть. Наречия образа действия, что заканчиваются на суффикс «о», имеют степень сравнения, сравнительную и превосходную. Ну что же, ребята, вы догадались, что тема нашего урока – образование степени сравнения Наречий. И вы узнаете не только о том, как образуются Наречия в степени превосходной и сравнительной, но и научитесь различать Наречия и прилагательные в сравнительной степени. Сравнительная степень Наречия обозначает более или менее высокую меру проявления признака. Более высоко летать, менее высоко летать, выше летать. Итак, сравнительная степень Наречия – простая форма – образуется при помощи суффикса «е», «е», «ш», которые заменяют собой конечные суффиксы «о», «е», «ко» в изначальной форме. Высоко летать, выше летать. А составная форма представляет собой сочетание слова «более-менее» и Наречия в его изначальном виде. Более высоко летать, менее высоко летать. А вот превосходная степень чаще всего имеет составную форму и включает два слова – сравнительную степень Наречия и местоимение всех-всего. Например, «выше всех». А также превосходная степень образуется Наречием в исходной форме и словами «наиболее-наименее». Например, «наиболее высоко», «наименее высоко». Но нужно отдать должное, конечно же, справедливости, потому что простая форма превосходной степени была раньше очень востребована. И сейчас мы тоже можем услышать слова «покорнейшее», «нижайшее». В словосочетаниях «покорнейшее благодарю», «нижайшее просим». Но это архаичные формы. Обратите внимание, простой превосходной степени Наречия в современном языке нет. Только когда-то она образовывалась при помощи суффиксов «еши» и «айши». А вот составную форму превосходной степени прилагательного спутать составное превосходное Наречие невозможно. Самый красивый прилагательное красивее всех Наречия Совпадают формы прилагательного и Наречия только в сравнительной степени, к сожалению, и в написании, и в произношении. И вот чтобы не путать Наречия с амонимичными формами прилагательных, надо выяснить синтаксические связи. Моя сестра красивее других девочек. Сестра какова? Красивее. Отвечает на вопрос «какова?», А значит, является в предложении сказуемым, и это прилагательное. Мой брат стал рисовать красивее, чем раньше. Кто? Брат. Брат что сделал? Стал рисовать. Стал рисовать как? Красивее. Красивее. Значит, красивее – это обстоятельство, а значит, наречие. Итак, если отвечает на вопрос «каков?», «какая?», значит, перед нами прилагательное. А в предложении будет являться сказуемым. А если отвечает на вопрос «как?», «каким образом?», значит, будет являться второстепенным членом предложения, обстоятельством, и значит, это наречие. Главное помнить. Задаю вопрос от существительного. Каков? Какова? Каково? Каковы? Значит, это прилагательное. И оно является главным членом предложения, сказуемым. Задаю вопрос от глагола «как?», «каким образом?». Значит, это наречие и в предложении будет являться обстоятельством. Теперь лицо веселее. Лицо каково? Веселее, прилагательное. Весной солнышко светит веселее. Светит как? Веселее. Значит, это наречие и является в предложении обстоятельством. Итак, ребята, мы с вами разобрали, как образуются степени сравнения наречий. Мы с вами выяснили, как различить сравнительные степени прилагательного и наречия. А вот теперь предлагаю вам пройти по ссылке, QR-коду и выполнить самостоятельно интерактивные упражнения на развлечение наречий и прилагательных в сравнительной степени. Ведь мудрецы утверждают, что дорогу оселит идущий. Успехов вам, ребята! Субтитры создавал DimaTorzok